Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Галина Конышева. Сегодня 9 ноября 2020 года. Расскажу вам про наш недавний поход по старой допотопной Москве. Встречались мы на станции метро Спортивная. А я иду с ВДНХ мимо рамок, без маски. Я человек и хожу мимо рамок и без маски. Сейчас одену. Метро в основном в масочнике. Но впереди стоящий молодой человек на эскалаторе с букетом роз. Я расцениваю как ободряющий знак вселенной. Доезжаю до Спортивной и пока жду своих девочек, рассматриваю станцию. То, что район Спортивный, Хамовники, это допотопный район. Я знаю давно, изучаю материалы. У меня есть прогулки по этим районам, по улицам Хамовников. Хамовники это вообще отдельная тема. Это любимое место темной элиты 18-19 веков. В этом районе у меня есть несколько интереснейших маршрутов. Часть фильмов я сделала. Часть работ еще предстоит вам показать. А пока я вижу, что станция Спортивная оформлена блоками с встроенными маленькими светильниками, которые закрашены и декорированы под орнамент и под лепнину. Ну, очевидно же, очевидно, что это технический узор, это лампочки. И то, что официальная дата постройки станции 1957 к открытию Лужников ни о чем не говорит. Район-то очень старый. С времен Ивана Грозного и далее вглубь. Здесь Новодевичий монастырь. Такой же декор, скрывающий прошлое допотопной цивилизации, старое метро Павелецкое. Там также скрыты светильники. И видно, что это не просто узоры, а это технические средства, которые выглядят как узор, которые нам представляют как узор. И далее в переходе на кольцевую линию еще для меня специально приоткрыли тайну и дали подтверждение. Ну, конечно, розетка современная, но суть та же. Было проведено здесь электричество, которое, видите, спрятали под декор. И опять-таки светильники. Ну, видно же, что это светильники. Да, они закрашены, они сделаны под лепнину, но это были светильники. И станция должна была выглядеть совершенно иначе, когда здесь был свет. Только представьте, да, по-другому это все рассвечивался, этот переход. Тоже такая, не знаю, одна. Знаешь, что похоже? Кругом вот эти шкуры, там, и вон там тоже светильники. Да, да, одна, значит, светильники. Закрасили все. Да, да, да. Как будто не пойми, что у нас поездали, что-то делать. Да. Очень круто. У нас, как ты говоришь, мне там мурашки подожали. Ты права. Они говорят, как у нас обычно. Я думаю, что все. Вам сейчас приятно смотрят на их нам. Давай, Оксана, вот тут у меня про волшебную лавочку на ВДНХ. Сама она сниматься не хочет, но скажет. Давай, говори. Галина Васильевна, мы ездили с мужем мечтать на ВДНХ, потому что это место силы. Я так прониклась в прошлой ночи прогулки. На мою лавочку, да? Как волшебную. Да. Я ее лавочку все время держала, и мужа сказала, мы должны поехать на эту лавочку, потому что Галина Васильевна мечтала себе жить на ВДНХ. Она тут живет. Это реально что-то волшебное место. Я его потащила, и мы погуляли, ходили на лавочке, мечтали вдвоем. Ему позвонили во вторник, безуспешных двух месяцев поиск работы. Ему во вторник позвонили. Причем не на резюме, который он откликался куда-то, а просто его резюме нашли в поиске. Он даже туда не откликался. И его благополучно берут на работу. Он боготворит Галину Васильевну, конечно, с моих слов. Лучше лавочку, лавочку. Лавочку. Нет, это человеческий фактор, больше, мне кажется. Это ее какая-то аура тоже. Спасибо, дорогая. Вы волшебница, на самом деле. Проходишь без маски, я сам скажу. Спокойно прохожу без маски. Иду с ощущением аз есмь. Я, человек с божественной искрой, иду спокойно совершенно. Когда ко мне кидаются, я даже не смотрю в их стороны. Их как будто отбрасывают в разные стороны от меня. Они останавливаются в ступоле, я иду дальше. Спокойно еду одна в метро. Смотрю на этих зомби, и часто бываю одна в вагоне метро, набитом. Я сегодня тоже одна ехала почти, почти одна, без маски. И ощущение того, что от меня отскакивают. Потому что я человек силы. Молодец. Я права. Молодец. Теперь у меня тоже, скажите так, просто. Я тоже без маски. Все отлично. Маленький. Такой небольшой сюжетик я вам показала. Ну и про волшебную лавочку, которая, оказывается, помогает людям, в том числе, найти работу. Ну, наверное, по запросу, наверное, то, что важнее кому-то в данный момент. Есть такая лавочка, это моя детская лавочка. Я приезжала в Москву и шла не в магазины, будучи ребенком, а я шла на свои любимые места силы, как я их ощущала. Это район ВДНХ и Ленинские горы. Кстати, кстати, о птичках. Воробьевы горы, так называемые. И там, вот на ВДНХ у меня была любимая лавочка. Я сидела, мечтала, что я вот живу в этом районе где-то. Ну, в общем-то, так и сбылось. Детские мечты сбываются. И как выяснилось, когда я показала эту лавочку на одном из своих маршрутов по ВДНХ, то многие из моих участников нашего похода, они, оказывается, втайне приезжали на эту лавочку и загадывали свои желания, у них все сбывалось. Ну, конечно, это срабатывает намерение, а может быть и то, что они подключились к той самой моей детской чистой энергии, потому что, когда ребенок мечтает, это, в общем-то, ангелы ему помогают. Наверное, это все вместе связано. Самое главное, чтобы мечта была абсолютно чистой и ничем не омраченной. Как дети мечтают, так и надо мечтать. И тогда все сбудется, и у каждого может быть такая своя лавочка. Ну, а на этом я заканчиваю повествование. В следующем видео будет интересный раскоп нам обнаружили недалеко от метро «Спортивная». Ну, еще кое-что по дороге в Новодевичий монастырь. А пока подписывайтесь на мой канал, оставляйте лайки, смотрите сами старую допотопную Москву, а также приходите на наши прогулки в наш дружный коллектив. С вами была Галина Конышева. До свидания!